Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну давайте обсудим. Сегодня в 5 часов утра вышел второй клип Димаша Кудайбергена на песню «Знай». Значит, стихи Михаила Гуцереева, музыка Игоря Крутого. Снял клип Алан Бадоев. Я намеренно не смотрел обзоры других блогеров. Не знаю, есть они или нет уже эти обзоры. Единственное, что я сделал, это закинул во вкладку «Сообщество» фотографию и спросил мнение своих подписчиков, которые любят творчество Димаша Кудайбергена, как они восприняли этот клип и что они думают по этому поводу. Все, больше ничего. Единственное, я прочитал, вот на данный момент не так много. Прошло, по-моему, 40 минут всего. Не так много мнений. Давайте разберем. Первое, что я хочу сказать, это мой обзор, субъективное мое оценочное мнение. Никого не хочу оскорбить, скажу только то, что я думаю. Кому интересно, послушайте, кому нет, не нужно, так сказать, негатива. Первое, давайте поблагодарим, в принципе, Алана Бадоева за то, что он взялся снять клип на эту песню. Объективно, песня в смысловом, содержательном плане. Стихи довольно непростые. Они затрагивают тему взаимоотношений двух людей. Еще вот в таком ключе у «Любви на небе» есть причал. Это одна фраза для меня, так сказать, делает все эти стихи. «Любви на небе есть причал». Он снял свое видение. Он снял, так сказать, передал свое видение посредством видеоряда. И в этом смысле мы должны поблагодарить его за то, что он, в общем-то говоря, это сделал. Однако же, однако же, когда-то я сказал такую фразу. Она звучала примерно так, среди прочего, убрать, сменить Бадоева. И меня заклевали, 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 что вот все-таки Бадоев, туда-сюда, так сказать, такой клипмейкер, именитый и все такое прочее. И Димаш бы не сотрудничал с плохими. Сегодня мой почтовый ящик, я посмотрел, разрывается после премьеры этого клипа с просьбами действительно снять обзор. И самое интересное, люди пишут, что, Григорий, спасибо вам огромное, что вы были правы тогда, потому что на самом деле после этого клипа стало ясно, что Бадоеву надо убирать. Я был бы рад, чтобы я был неправ тогда, и клип был восхитительным. Однако же, люди пишут, наконец, зашло солнце и над моим домом. Но, наконец, пишут, что, значит, люди прозревают в виде вот такие работы, что все-таки режиссера бы надо, наверное, сменить и попробовать посотрудничать с кем-то другим. Но сейчас мы отдельно поговорим, кого я считаю лучшим, так сказать, в этом смысле сценаристом самого видеоряда, да? Не тот, кто будет снимать, а кто придумает это, кто передаст. Я сейчас вам назову этого человека. Есть такой человек, который, я думаю, оправдает полностью, так сказать, наши взгляды на Димаша, на, так сказать, что должно быть в видеоряде. Ну, я, конечно, признателен вам, спасибо огромное, что вы оценили мое, так сказать, пророчество еще два месяца назад, когда я сказал, что Бадоева надо в срочном порядке, в срочном порядке менять, иначе это будет все. Никто не послушал, все написали, что, значит, ну, кто-то, кому первый клип не понравился, а так резкой критике подвергли. Сейчас практически 95% людей пишут, что 97% даже, наверное, что действительно Бадоева нужно было убирать. Теперь к самому клипу. Что я увидел, когда посмотрел сам клип? Значит, все дело в том, что клип начинается, мы видим водопад, мужчина, женщина, значит, клип снимался в Исландии, кстати, где великолепная красота, ремарка небольшая. И вы знаете, что меня поразило? Вот эти слова, man, woman, и дальше там было написано, что еще там, страсть, грех, по-моему, да, они были написаны, значит, эти слова, прям вот как субтитрами. Я сначала подумал, что это клип с субтитрами. Бадоев собирается нам весь клип вставлять слова, чтобы мы понимали, чего мы смотрим вообще, да? Но нет, на названии песни, но узнай, она, субтитры эти закончились. То есть я не понял вот этой вставки. Мы и так видели, что мужчина около, то есть мужчина спиной, мы со спиной его видим, и водопад. Женщина, так сказать, со спиной водопад. Мы и так видим, мужчина и женщина, зачем писать, man, woman, я вот это не понял. Я не понял. Но если он хотел направить людей уже по какому-то, так сказать, да, мышлению людей, да, восприятие, и потом пишет, что любовь, так сказать, страсть, грех, но это делает видеоряд для этого и дан режиссеру, чтобы сделать это без слов. Это и есть искусство, так сказать, режиссера, чтобы делать это без слов. Но если он направляет нас уже словами, то можно было просто без клипа напечатать. Вот Димаш поет, а слова вставляются на листочки, так сказать, и мы видим, вот что будет дальше. Считаю это абсолютно лишним и абсолютно, так сказать, ну мне показалось это совершенно лишним. Я еще раз говорю, я не музыкальный критик, не обзорщик музыкальный. У меня музыкальное образование, это музыкальная школа по классу гитары, да, я могу преподавать, так сказать, сольфеджио у меня было там все, все необходимые, но я не являюсь музыкой, я свое, это любительский абсолютно обзор, любительский, непрофессиональный. Значит, это первое. Второе, что я хочу сказать, вот эти грязные танцы, я их не понял, я не понял эти грязные танцы. То есть, я понимаю, что режиссер, по задумке режиссера, он хотел передать всю гамму того, что чувствуют люди друг к другу и как развивается отношение между людьми. То есть, фактически он хотел передать понятие любовь, да, вот этими танцами и, соответственно, валянием в грязи, и не только в грязи, а потом они стреляют друг друга из, так сказать, лука горящими стрелами. То есть, от любви до ненависти, как что называется, понимаете, то есть, он хотел передать. Я понимаю задумку, но передал ли он, с моей точки зрения, нет. Для меня нет. Для меня, безусловно, ничего здесь он не передал. Для меня это, в совершеннейшем образом, непонятные вещи, не ассоциирующиеся, самое главное, с Димашем. Так? Третье или четвертое, что хочу сказать, Димаша вообще очень мало. То есть, для меня лично, мне не хватило самого Димаша. Вот, вы знаете, для того, чтобы объективно воспринять видеоряд, то есть, самого, так сказать, творчества Лан Бадоева, мы должны убрать голос Димаша. Если мы будем воспринимать вот все целиком, то пением Димаша можно перекрыть любой плохой видеоряд. Да, мы слышим Димаша, и нам нравится все. Но здесь даже слышать Димаша нам не нравится. Если убрать Димаша, вот, понимаете, клип ценен, когда много точек съемок. Я точно знаю, просто вот как любитель, когда смотришь клипы. И еще раз повторюсь, я уже повторялся, в Казахстане есть великолепный клипмейкер Айсултан Сиитов. Он чисто на это учился, да? В Америке отучился. И он сотрудничает с Кристиной Агилерой, с Мадонной, со всеми звездами мировой величины. Ну, решили Алан Бадоев, ладно. Алан Бадоев, Алан Бадоев. Хотя свои, так сказать, здесь же живут, в Казахстане. И Султан Сиитов, пожалуйста, снимет вам клип, значит, так, что мы ждали, я ждал другого. Мне кажется, мы ждали другого, вот, я прям, у меня вырвалось мы. Я ждал другого. Димаш, вот, понимаете, сколько точек съемок, вот мы видим. Исландия, Исландия, в одном из кадров, во-первых, очень, очень темное все. Очень темный какой-то клип, что не свойственно Димашу, да? Я имею в виду восприятие нашего Димаша. Димаш для меня, лично для меня, осуществляется каким-то белым цветом. Белый цвет, небо, я не знаю, может, космос, вот что-то такое, да? Ну, что-то космическое, что-то вот, знаете, я не говорю, что Димаш там какой-то не человек, инопланетянин, божество, нет. Но, как бы, олицетворение, вот, как я, да? Ангел для того, чтобы, вот, так сказать, своим пением, своим голосом, вот, растопить, растопить именно все вот человеческие, так сказать, ненависти. Ну, все человеческие вот эти вот негативные чувства, пороки, все. И вы знаете, дело в том, что здесь, в Исландии, вот там есть один момент, где показывают великолепный обрыв. И он так затемнен, что его даже не видно. Но его можно увидеть в одном моменте. Ведь в Исландии вот эти великолепные обрывы, да, там, море, по-моему. И, значит, великолепный обрыв, трава. Можно было сделать такой яркий, такой цветной, такой насыщенный клип. Но нет, мы видим водопад, примерно 60-65% времени клипа мы видим водопад. И еще остальное время мы видим пустыню. Водопад, пустыня. То у водопада грязные танцы, то стоит Димаш. Потом в пустыне ходят Димаш, грязные танцы. Вот эти вот мужчины и женщины, они, понимаете, они Димашу мешали. Лучше оставить просто Димаша было одного, чтобы он просто по природе ходил и пел. Все. Но если уже захотели передать, то эта задумка провалилась, конечно. Однозначно, я даже скажу, не удалась, не не удалась, а просто провалилась. Провалилась. Ну, люди пишут у меня что? Люди пишут, что, к сожалению, развилась водоевщина. Уже даже называют это явление водоевщина. Действительно, я пересмотрел первый клип специально сразу после второго. Можете сделать это? Очень похожий почерк, очень похожий. Там с этими красными, помните, этими крыльями. Тоже вот эти вот какие-то непонятные телодвижения, танцы. И здесь то же самое. Значит, поэтому мне клип, он понравился, потому что там поет Димаш. Он понравился, потому что это клип Димаша. Но он не понравился мне, в принципе. Он мне не понравился. Теперь вы спросите, а как бы ты хотел? Что, критикуешь, предлагай? Я предлагаю. Как я вижу, можно было бы снять? А потом скажу имя человека, который все-таки, я думаю, мог бы снять для Димаша такой клип, что мы бы все офигели. Как я вижу? Во-первых, значит, вот Айсултан Сиитов, клипмейкер, который учился в Америке, казах, он говорит, мне дают ключевые слова. Ключевые слова. Как вы сами хотите, как вы видите свой клип. Вот ключевые слова, так сказать, он говорит, я получаю, и по этим ключевым словам подбираю и ищу. Если бы меня спросили, какие ключевые слова, я бы сказал, любовь, свет, ангел, небо, космос. Вот все, что олицетворяет собой Димаш для меня, да? Ну и как вот снять после этого клип? Ну, к примеру, смотрите, что можно было бы сделать. У меня такое вот пришла просто задумка. У любви на небе есть причал, да? Почему бы не снять кусочек земли, да, с причала и сделать это небом? Ну, напустить туда, например, какого-то туманчика. Это небо, да? Летают два золотых шара, души. Есть же фраза, что, значит, души встречаются на небе людей задолго до того, как встретятся их тела на земле. Правда? Это же здорово. Классная фраза. И летают золотые шарики. И Димаш ходит. То есть он, знаете, некий проводник. Некий проводник, соединяющий души. Да? У любви на небе есть причал. И Димаш ангел, соединяющий души. Соединяющий чем? Конечно, любовь. Но вызывающий любовь чем? Своим голосом. Своим голосом, своим пением, своим высоким нравственным воспитанием. И вот это транслируя, эти два золотых шарика, Димаш весь в белом, какой-то белой одежде. Можно не в костюме, можно какую-то белую просто, да? Он поет, и мы видим и чувствуем, что это что-то большее, чем человек. Это что-то большее. А Димаш, я считаю, что большее, чем человек. Его энергетические поля, его в принципе, значит, да? Почему, когда смотришь на него, всегда улыбаешься. Объясните мне. Я не знаю. Но это энергетика. Это энергетика. Это связь с космосом. Понимаете, в чем дело? У каждого у нас есть связь. Но у каждого она своя. Рождаются такие люди, которые имеют такую связь, как Димаш. И никуда не денешься. Вот идешь все простые смертные, как мы с вами, и рождается Димаш. Кто здесь? Ну, как это объяснить? Ну, невозможно. Это дело рук божьих. Понимаете, в чем дело? И вот, а потом снять на земле, что на земле великолепную красоту Исландии. Два человека, мужчина и женщина. Без всяких слов, мен, вумен, грех, страсть, любовь, страсть, страсть, грех. Значит, они занимаются каждыми своими делами. И где-то они встречаются. Может быть, они просто идут через лес. Можно было даже сделать с отсылкой к каким-то библейским мотивам. Понимаете? Что-то масштабное сделать. Что-то такое вот. И светлый клип. Светлый должен быть. Потому что Димаш свет. Свет сама была. Свет, любовь, небо, космос, белый цвет. Свет и свет, белый. Понимаете? И вот я как-то так это вижу. Я мог бы обыграть. Там можно много придумать. Но, к сожалению, мы получили то, что получили. Значит, здесь Димашу такое впечатление, что этот клип просто мешает. Вот хочешь слушать Димаша, но не смотреть клип. Вот так я скажу. Это очень плохо. Это очень плохо для клипа. И самое главное, самое главное. Я думаю, что выводы, конечно, будут сделаны от откликов людей. Я думаю, выводы будут сделаны. И думаю, что третий клип все-таки будет как-то, может быть, таким, каким он должен все-таки быть для Димаша. Очень сложно. Я еще раз скажу. Мы должны благодарить Бадоева. Очень сложно, в принципе, я думаю, что-то сделать под Димаша с Димашем. Потому что это не просто певец однодневка или как сейчас модный вышел. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Три слова. Я говорю, в куплете, в припеве. Одни и те же слова в предложении. В принципе, в песне. Пять слов. Два аккорда и пять слов. Очень сложно. Это действительно космос. И работать очень сложно. Я представляю. Поэтому Бадоеву, конечно, спасибо за клип. Но мы ожидали другого. Мы ожидали другого. Теперь я скажу, кто я, по моему мнению, мог бы и должен был бы сделать так, чтобы мы все, конечно, сели. Я считаю, что сценарий, вот сам сценарий, как и что должно быть, это мое мнение. Значит, может, может и имеет возможность, и вот это вот космическое видение, я считаю, что это может сделать только один человек. Димаш Кудайберген. Никто больше. Ни один клипмейкер, вот как мне кажется, не сможет передать, не сможет передать, просто потому что он не является Димашем Кудайбергеном, не сможет передать все то, что живет в Димаше, и все то, что мы видим и улыбаемся, когда смотрим на него. Никто, не один. Я считаю, что Димаш, я не знаю, вот, ну, хорошо, может быть, он не режиссер, он, так сказать, снимать, пусть снимает команда, но сценарий, вот что должно быть в видеоряде, должен писать сам Димаш. Вот только ему, мне кажется, с его космическим совершенно, вот, космическим масштабом под силу свое же видение передать, то есть передать, грубо говоря, что такое клип. Клип, это видеоряд, который передает, ведь каждый певец поет, например, одну и ту же песню люди поют, но они вкладывают свое каждой в эту песню, в эти строки, правда? И вкладывая свое, клипмейкер, который снимает клип, да, он должен передать не только смысл слов, он должен передать самого исполнителя, он должен передать масштаб, чувство, которое вкладывает исполнитель. Это очень тяжелая работа, очень сложно на самом деле, кажется, клип снял на 3 минуты, все, это очень сложно, очень сложно. И никто лучше, чем Димаш Кудайберген, не сможет нам с вами передать самого Димаша Кудайбергена в этих словах. Никогда и никто, даже можно не браться. Поэтому мое мнение, что единственный человек, который должен писать сценарий, вот как и что будет, это Димаш Кудайберген. А уже по этому сценарию, Алан Бадоев, к примеру, взял бы и снял клип. Вот это было бы, мне кажется, то, что мы хотим с вами увидеть. Знаете почему? Потому что это было бы божье зерно Димаша Кудайбергена. А здесь в клипе я смотрю сюда, смотрю сюда, смотрю сюда и вижу кого? Алана Бадоева. Я не вижу Димаша Кудайбергена, я его слышу, но я не вижу, его там нет. Клип с отсутствующим Димашем Кудайбергеном, темный, танцует в грязи, непонятно. Все понятно, что хотел передать режиссер, но это не имеет никакого отношения единственное к певцу. Димаш Кудайберген, все. Вот этот диссонанс и вызывает ощущение, что клип не оправдывает наших ожиданий. То есть клип нельзя назвать плохим, но он не оправдал ожидания, потому что диссонанс между видеорядом и то, что вызывает в нас, те чувства, которые вызывают в нас, Димаш Кудайберген, все. Понимаете, вот такой мой обзор. Мне кажется, больше сказать уже и нечего говорить, потому что в принципе все сказано. Мне кажется, что кто почувствовал то же самое, что и я, пишите в комментариях. Давайте подискутируем, кому прям зашло и понравилось, тоже напишите свои аргументы. Почему, как, интересно. Потому что мне хочется снять видео с какими-то, может быть, ну, мне хочется, чтобы третий клип получился таким, каким мы ждали второй. Понимаете, в чем дело? Может быть, снять какое-то видео с вашими комментариями, чтобы такой собирательный образ получился, того, что люди ждут. Может быть, это будет полезно кому-то, не знаю, может нет. В любом случае, спасибо за внимание, ребят. Пишите ваши комментарии. Мне очень интересно, совпадает ли мое мнение с мнением кого-либо. Ну, вот 2-3 человека, которые писали, которые я успел прочитать, совпали. Специально, еще раз говорю, не смотрел никакие обзоры для того, кроме клипа, чтобы не замылить свои мозги. И никто на меня не воздействовал своим мнением. Пишите, пожалуйста, очень интересно мне, попаду ли я или не попаду со своим мнением. Но если не попаду, и дай бог, значит клип отличный, замечательный видеоряд. И всем все понравилось. Значит, это просто замечательно. Если же попаду, есть поле для дискуссии и для дальнейшей работы. В любом случае, остановимся на позитиве. Алану Бадуеву, в любом случае, спасибо. Подписывайтесь на канал, ребят. Всем пока, до встречи.